МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Развитию агропромышленного комплекса в Казахстане всегда уделяли большое внимание, прекрасно понимая, что АПК – это мощный драйвер экономического развития любой страны. Это и дотации, субсидии сельскому хозяйству, налоговые послабления для производителей, лизинг на приобретение техники, таможенные меры по защите внутреннего продовольственного рынка. Сегодня в стране уже реализуется государственная программа развития агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы. Его депутаты презентовали поправки по вопросам регулирования АПК, которые позволят, по мнению разработчиков, навести порядок в этой отрасли. Было исполнение этого закона не худышнее. Они опирались на то, что рынок сам все отрегулирует. Единый орган по стандартизации может быть создан в Казахстане. Позволит ли он дать равноправные условия для сторон? Это вообще такая норма в правительственном варианте законопроекта. Просто создает элементарную кормушку для посредников. Эпохальный закон о государственной независимости Казахстана – «Исторический выбор народа». Казахстан объявляет себя открытым для признания другими государствами. Это очень важный международно-правовой момент, поскольку после декларации иностранные государства вообще не знали, как определиться, как строить свои взаимоотношения с Казахстаном. Вы смотрите «Проект Закона». С вами Аида Хамзина. Здравствуйте. В Министерстве сельского хозяйства предложили ряд новелл в некоторые законодательные акты по вопросам регулирования агропромышленного комплекса страны. Например, изменения могут коснуться законов о защите и карантине растений. По словам вице-министра сельского хозяйства Кайрата Айтуганова, схема субсидирования по приобретению препаратов по борьбе с особо опасными вредителями может быть изменена перейти со стопроцентного субсидирования на схему 50 на 50. Так, по сорнякам не охвачено обработками по Казахстану 4 миллиона 700 тысяч гектаров земель, а по вредителям и болезням полтора миллиона гектаров. Все это ведет, по нашим оценкам, к потере одного миллиона тонн валового сбора ежегодно. Кроме того, централизованная процедура закупок пестицидов приводит к затягиванию сроков обработки и ограничивает права выбора сельхозтоваропроизводителем, применяемых пестицидом. Такая мера позволит производителю вовремя обрабатывать растения, а сэкономленные деньги государство сможет направить на возмещение затрат по уничтожению бактериальных ожогов деревьев. По данным МСХ, площадь заражения в Казахстане составляет около тысячи гектаров. Вредоносность ожога плодовых деревьев весьма велика вследствие очень быстрого его распространения. Заболевание представляет большую опасность для садоводства. Экономический ущерб выражается как в потерях урожая и гибели плодовых, так и в затратах на выкорчевку больных деревьев. На сегодняшний день площадь заражения бактериальным ожогом в Казахстане составляет 970 гектаров. Кроме того, проектом закона предусмотрены послабления для хлебоприемных предприятий и могут разрешить оказывать дополнительные услуги. По данным сельхоза, в стране работают почти 200 лицензированных хлебоприемных пунктов, работа которых ограничивается лишь нормами, установленными законом о зерне. Это не давало возможности компаниям получать дополнительный доход. Новшество позволит оказывать услуги по предоставлению железнодорожных тупиков, продавать крупинную продукцию и масло семена. В сфере водного законодательства предусматривается разработка и утверждение правил выполнения многофакторного обследования водохозяйственных систем и сооружений по единому стандарту. На проведение предупредительных мер, в первую очередь, многофакторного обследования гидротехнических сооружений приводит к катастрофическим последствиям, как пример прорыв плотины Кокпектинского водохранилища 31 марта 2014 года. Более 100 домов в село Кокпекты оказались подтоплены. Ущерб от прорыва плотины оценили в 1,4 млрд тенге. По словам Хайрата и Туганова, сегодня в республике отсутствуют эффективные правовые механизмы по прослеживанию рыбы и рыбной продукции, которые позволяли бы пресекать ценевой оборот. В Минсельхозе приводят статистику, только за 2012 по 2016 годы добыто более 35 тысяч тонн судака, тогда как разрешено порядка 17 тысяч тонн рыбы. В ведомстве предлагают создать информационную систему учета оборота рыбы для пресечения незаконного отлова. В целом, законопроектом вносятся изменения в 10 кодексов и 20 законов Республики Казахстан. Глава государства подписал закон о модернизации основ правоохранительной деятельности. Напомню, что поправки направлены на упрощение экономичности уголовного процесса и усиление защиты прав граждан. Отныне сокращается срок содержания без санкции суда до 48 часов, несовершеннолетних до 24 часов. Вводится институт приказного производства. Адвокаты будут наделены более широкими полномочиями по сбору доказательств, что даст возможность повысить состязательность сторон уголовного процесса. Суду передаются полномочия по санкционированию залога, освидетельствования и получения образцов. Кроме того, к подозреваемым в совершении преступления в сфере экономической деятельности, мера пресечения в виде содержания под стражей не будет применяться, за исключением создания финансовых пирамид, фальшивомонетничества, экономической контрабанды, рейдерства и ОПГ. Подпись президента получил закон о ратификации договора о таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Новый документ вступит в силу после ратификации договоров от всех пяти стран-участниц. Ожидается, что благодаря этому основополагающему документу таможенные технологии будут оцифровываться, что значительно упростит многие процедуры. Согласно таможенному кодексу, участники внешнеэкономической деятельности при наличии электронной цифровой подписи смогут совершить большинство операций со своего компьютера. В ряде случаев решение о регистрации декларации на товары, сама регистрация, а также решение о выпуске товаров могут приниматься информационными системами автоматически, без участия инспектора. Согласно новому кодексу, время выпуска товаров сократится до 4 часов, в то время как стандартное время выпуска, зафиксированное в таможенном кодексе, составляет больше суток. Новый налоговый кодекс был принят парламентом и направлен на подпись президенту. Можилист согласился с поправками, внесенными сенаторами, о переносе сроков обязательного медицинского страхования на 2020 год. Ранее сообщалось, что в предстоящие два года сбор средств на обязательное медстрахование будет вестись только в виде платежей от работодателей. Кроме того, депутаты Верхней Палаты внесли поправки касательно освобождения от налога на добавленную стоимость фармацевтических услуг. Услуг по учету и реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения это даст возможность уравнять в правах отечественных производителей с зарубежными. А также применение в 2018 году для всех производителей сельхозтехники льгот по налогам на добавленную стоимость в рамках специальных инвестиционных контрактов. А с 2019 года для производителей, заключивших соглашение о производственной сборке. Мажелис в первом чтении одобрил проект закона о стандартизации, которым планируется создать в стране единый орган по стандартизации. Разработчики считают, что новый орган даст равные права для сторон, а государство оставит за собой полномочия вмешиваться в вопросы, связанные с безопасностью и технической политикой. Однако некоторые нормы законопроекта вызвали критику у депутатов. По словам министра по инвестициям и развитию Жениса Касымбека, фактически этот орган будет оператором. Его определит правительство. Вопросами государственной политики в сфере стандартизации национальный центр будет оператором по стандартизации, который будет отвечать за работу технических комитетов, которые будут с бизнесом разрабатывать эти стандарты. Таким образом, в итоге все равно утверждение этих стандартов приходит в уполномоченный орган, и, соответственно, комитет и министерство несет персональную ответственность за принимаемые стандарты. При обсуждении депутаты обратили внимание на статью, которая предполагает возможность распространения стандартов физическими и юридическими лицами наряду с национальным органом по стандартизации при наличии соглашения с ним. По мнению парламентариев, таким образом возникает некая группа посредников. Можелесмены опасаются, что из-за большого количества участников этого рынка подорожают услуги за доступ к стандартам. Кроме того, в законопроекте отсутствует требование для заключения соглашения с национальным органом по стандартизации. Понятно, что институт стандартизации, завтра он будет называться к национальным органам по стандартизации, как сегодня он зарабатывает, так и будет зарабатывать деньги на сопровождение этой информационной системы. Тогда зачем создавать каких-то посредников по распространению? Тем более, вы сегодня говорите о том, что на рынке существуют те, кто занимается нелегальными. Таких посредников возникнет еще десятки, сотни. Тем более, в законе не определены ни критерии отбора, ни правила ценообразования их услуг. Вольница будет для них. Мне кажется, это вообще такая норма в правительственном варианте законопроекта. Просто создает элементарную кормушку для посредников. Нурлан Нигматолин предложил пересмотреть целесообразность наличия этой нормы ко второму чтению. Законопроект о стандартизации направлен на принятие национальных стандартов на основе консенсуса, установления порядка, применения всех видов документов по стандартизации и обеспечения их доступности для пользователей. 26 лет назад был принят закон о независимости государственном суверенитете Республики Казахстан. Значение этого документа нельзя переоценить. Прежде всего, это первый конституционный закон, принятый парламентом уже Республики Казахстан. Акт торжественного провозглашения 16 декабря 1991 года государственной независимости Казахстана есть и остается, несомненно, важнейшим событием в судьбе Республики и ее многонационального народа. Ергей Шкалевич, насколько необходимо было принятие закона о государственной независимости Республики Казахстан, если годом ранее была принята декларация? Прежде всего, я хочу отметить, что декларация о государственном суверенитете Казахской ССР очень сильно отличается от конституционного закона о государственной независимости, который положил практически начало нашего независимого развития. Дело в том, что когда принималась декларация, это было 25 октября 1990 года, Союз распадался, но окончательно он еще не распался. В общем, и политическое брожение, и разные мысли по этому поводу, разные суждения были. Хотя на деле было прозвучено, что Казахстан объявляет себя суверенным государством, звучало это, конечно, хорошо, но на самом деле, дальше если идти по тексту деклараций, этот суверенитет везде ограничивался. Например, такой вопрос. В Казахстане создается финансовая кредитная система по согласованию с союзными органами. Потом, значит, суверенитет Казахстана обеспечивается вот этим новым союзом. Генеральный прокурор Республики Казахстан назначается генеральным прокурором СССР, уже Союзного государства. Вооруженные силы формируются на основе общих принципиальных установок, которые задаются Союзным государством. И, в общем, много таких вопросов, которые были отнесены, опять же, к центральному органу в лице нового союзного государства. Но в течение времени показалось, что распад Союза пошел уже стремительно, и сохранить Союз было невозможно. Тем более, последняя капля, это была Беловеческая пуща, когда было объявлено лидерами трех союзных республик, было объявлено, что СССР, как геополитическая реальность, прекращает свое существование. Поэтому было ясно, что по этому пути нам идти нельзя. И в это время, где-то в августе месяце, группой ученых была начата работа по подготовке проекта о государственной независимости. И здесь, что нужно, уже отличие этого конституционного закона от декларации, в том, что с самого начала было объявлено, что в исполи Казахстан пронглашается к демократическим государствам. В какой мере ощущается закон о государственной независимости 1991 года сегодня, вот в настоящее время? Конституционный закон о государственной независимости действительно исторический документ, который четко обозначил исторический выбор народа Казахстана. По какому пути нам развиваться? Значит, развиваться нам... Этот закон наметил направление развития. Это правовое государство, это должно быть гражданское общество, и это должна быть экономика, основанная на рыночных механизмах. И теперь мы сейчас видим, что все вот эти направления, мы по ними движемся, и задачи, возникающие на этом пути, нами реализуются. Как говорят эксперты, выбор был предопределен и не дал основания сомневаться в правильности сделанного шага. Политическое и социально-экономическое развитие страны дают повод думать именно так. Вы смотрели Проект Закона. Всего вам доброго и с наступающим праздником! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова